Смех продлевает жизнь, гласит народная мудрость. Кстати, это подтвердили и ученые. Например, норвежские после различных исследований доказали, у тех, кто дружит с юмором, уменьшается риск развития сердечных заболеваний, психического напряжения, нормализуется кровообращение и давление благодаря выработке эндорфинов. Сегодня у нас в гостях люди, которые про все это знают не понаслышке. Никита Сверидов, дважды чемпион Барнаульской Лиги КВН в составе команд «Некс» и «Яблоко от Яблони», некогда капитан сборной Барнаула, и Алексей Копейкин, представитель Барнаульской Лиги КВН. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Рада видеться в нашей студии. Как такового мега информационного повода у нас с вами нет, но поговорить всегда есть о чем, тем более с вами. Не так давно появилась информация о том, что прекратила свое существование Алтайская Лига КВН. Вы представляете Барнаульскую. Не чувствуете ли, что и у вас не за горами финал? Ну, не игры, финал, а тоже прекратить существование. Вообще, с чем связана была эта история? Ну, я могу сказать, что у нас существовало две лиги. Наша Барнаульская Лига ведет свой отчет с 2001 года. Мы первое время проводили такие фестивальные мероприятия, и с 2004 года вошли уже в полноценный сезон. Мы работали под эгидой Комитета по делам молодежи, администрации города Барнаула. Про КВН Алтай более подробно можно Никита рассказать. Любая лига, она существует и живет, развивается, пока есть люди, которые этим занимаются, которые этим горят. Вот Барнаульская Лига, как сказал Алексей, уже 20 лет существует, развивается, потому что там есть люди, которые прям радеют за это движение. Лига КВН Алтай, к сожалению, прекратила свое существование, но благодаря тому, что Управление молодежной политики и программ общественного развития, Городской комитет по делам молодежи объединили свои усилия, и теперь у нас Барнаульская Лига имеет такой краевой статус, краевой уровень. Вы убеждены наверняка, что КВНовскому движению быть. Зачем? Вот видите, Алтайская сдулась, а вы все равно прете. Закончили, как бы уже недействующий игрок, но тем не менее, все равно, вы, в общем, тоже, когда мы определялись, как вас подписать, опиши представитель. Потому что я и тот, и тот, и администратор, вы тоже продолжаете жить КВН. Почему? Что это сегодня? Ой, ну это какая-то такая история, которая помогает не только на уровне студенчества, которая помогает в дальнейшем для пожизни добиваться каких-то новых целей, задач, вершин. Потому что, ну, кто такой КВНщик? Это представитель клуба веселых и находчивых. А такие качества, как веселье и находчивость, в жизни всегда пригодятся. Поэтому я думаю, КВН вечная игра, и она будет дальше развиваться в той или иной ипостаси. Существуют же различные лиги, и различные слои населения играют в КВН. Поэтому я считаю, что это вечно. Ну, со своей стороны, хотел бы добавить, что у нас лига учебная, да. То есть мы работаем в основном со студентами и с работающей молодежью. Ну, некоторые школьники тоже у нас играют. Поэтому мы такой социальный аспект на себя берем, ну, как некая педагогика, да. То есть помимо того, что ребята играют в КВН, у которого есть свои рамки, да, вот, вы все прекрасно знаете, следите за Ютубом, сколько много такого юмора появилось. Ну, я считаю, за гранью, да, приличного, разумного, этичного. А у КВН все-таки вот у него большая история, и благодаря вот этим достаточно жестким рамкам, о чем можно шутить, о чем нельзя, он двигается. Помимо прочего, то есть мы заходим, да, еще, например, в ДК города у нас всегда игры проходят, и ДК города накладывают свои правила. То есть там раздеваемся в гардеробе, элементарно носим маски, ну, какие-то вот такие... Дисциплина. Дисциплина, да. Поскольку это студенты, энергия, тьма, говорится, хоть вагоны разгружай, ее необходимо, как алмаз, обрамлять. И вот из игры в игру, редактора на сцене, я за кулисами, я говорю, ребята, попроще, ребята, мы готовимся, мы, кстати, готовимся к команду победителя отправить в Сочинский, на Сочинский фестиваль традиционный. И, как бы, мы их готовим не только сценически, но и дисциплинарно. То есть приехать там в Сочи и, ну, простите, не надеть маску, когда этого требует эпид-обстановка, ну, блин. Ну, все же для ребят и для вас это как возможность провести весело, использовать свободное время, каких-то, вот, не знаю, там, высот в этой сфере не стремитесь добиться, там, попасть, например, к этому, к Маслякову. Почему? Всегда такие цели стоят, мы на них смотрим, равняемся. У нас выстреливало несколько команд, команда КВН «Бумеранг», команда КВН «Сборная Алтайского края». Слушай, ну, я помню, они выстреливали, но даже ездили, да? Да, да, конечно. Но заметно проигрывали на фоне остальных. Почему? И мы даже с ними записывали интервью на этот счет. Финансирование. Все выглядели с иголочки, они же достаточно скромно одеты, потому что не было возможности, ну, на билеты собрали, а на костюмы нет. По-разному складывается ситуация, конечно. Может быть, сейчас вот с новым витком развития Барнаульской лиги краевое финансирование подключится. И если мы, так скажем… Ну, есть интерес со стороны властей к этому движению? Конечно, конечно. Если бы не было интереса, КВН бы, наверное, даже на уровне Барнаульской лиги уже не было бы. Интерес, конечно, есть. И у тех же «Бумерангов», если спросить, ну, вот вы поиграли в премьер-лиге, там, в первой лиге, какой послевкусие осталось после лиги? Ну, конечно, это все равно позитивные эмоции. Прошли они до высшей лиги, не прошли они до высшей лиги, прошли они до премьер-лиги, либо они прошли для премьер-лиги, они все равно получили что-то большее, чем пару эфиров в телевизоре. Это дружба на года, это какие-то навыки, которые помогают в дальнейшем. Это не просто человек, который ушел на сцену и сказал шутку. Это, ну, полноценный, комплексный такой управленец-менеджер, который приехал, порешал вопросы с заселением, порешал вопросы с редактатурой, порешал вопросы с командировочными, с отправкой обратной и другие, поэтому… Ну, то есть такая школа жизни на будущее, на перспективу. Да, конечно. Да, почему нет? Вы сейчас являетесь директором Краевого дворца молодежи. То есть можно ли сказать, что в свою очередь КВН вам вот дорогу к руководящей должности открыл? Ну, если прям касаемо моей персоны, то там не только КВН был студенческий, там были студенческие отряды тоже большую. То есть такая активная общественная деятельность. Да, долю моей свободного времени занимали. Вот именно активная общественная деятельность, наверное, позволила мне стать сейчас директором Краевого дворца молодежи. Не только КВН, но в том числе. Как идея, да? Перевел родитель своего ребенка в Краевой дворец молодежи, пусть будет так, и говорит, хочу, чтобы он как-то всесторонне развивался. Предложите мне кружок. И мы им мало того, что вокальная студия, театральная, хореографическая, КВН. А почему бы нет? Ну, почему бы нет? Не у всех есть какие-то актерские дарования. На самом деле со школьной скамьи многие КВНчики потом поступают в вузы и там формируют свои команды. Но первая стадия – это вот не Барнаульская лига КВН, это, наверное, юниор лига КВН, где именно профильные школьники занимаются. Сейчас на самом деле лиг большое множество. Юниор лига КВН, лига КВН юнармии, где юнормейцы только играют. Даже есть лига КВН, где играют люди с ограниченными возможностями здоровья. У нас, кстати, команда Алтайского края 6-11 ноября будет принимать участие в такой игре. Она будет в Санкт-Петербурге. И туда отправляется команда из 9 человек с Алтайского края. Поэтому это не только ребенок может стать КВНчиком. Это, в принципе, любой человек прям при определенном желании. Как Алексей сказал, что работающая молодежь активно подключается. Хорошо, как тогда стать участником команды? Вот сейчас кто-нибудь посмотрит и хочу. Все просто. Ищите нас ВКонтакте, пишите в сообщения группы, группы ВКонтакте. И мы все сообщения читаем. То есть у нас уже было две заявки. И пишут из серии «Хочу играть в КВН». Мы с ними отдельно отрабатываем. То есть мы, конечно, сторонники того, чтобы на базе своего учебного задения они создавали свои команды КВН. Но либо если есть активное желание влиться в действующий коллектив, мы кидаем. У нас есть общая переписка с командами. И, если кто готов принять в команду человека. То есть собираем портфолио про него, и команды откликаются. То есть если срабатывается, то он входит в команду. Если нет, то мы другую подбираем. То есть варианты разные. Ребята, пишите. А как вы понимаете, да, это наш человек? Вот какие-то критерии есть или достаточно посмотреть на него? Это уже команды принимают решения. То есть видите, я не могу принять решение за команду из серии. Вот этот человек будет играть с тобой. То есть это все равно идет некий отбор. Вот как говорил Никита про студенческие отряды. Я был тоже командиром снежного десанта. То есть мы по-своему набирали у людей. Как команды набирают? Сработались, не сработались. И это не всегда история, что человек приходит в команду, и он должен прям выйти на сцену. Есть же много такой работы, которая не видна простому зрителю. Это и костюмеры, и гримеры, и звукорежиссеры, которые являются частью большого вот этого тусовки КВНовской, но на сцену не выходят. Очень много людей приходит, которые говорят, я вот хочу заниматься КВНом, но в силу там, не знаю, стеснения, еще чего-то не хочу появляться на сцене. Пожалуйста, звукорежиссер, автор. У меня, наверное, такой случай. Я ни разу не играл в КВН, хотя вот, грубо говоря, больше половины жизни я в нем. То есть с 2001 года, вот с 10 лет я вот в КВНе. И хочу сказать, что он мне многое дал, несмотря на то, что я вообще никак не играл. То есть находясь в этой тусовке, впитывая вот эту энергетику, впитывая вот то, что говорят редактора, то есть я ставил для себя некие ориентиры. И вот я до сих пор по ним иду, и стараюсь вот эти ориентиры передать уже подрастающему поколению, там, студентам, как-то сохранить достоинство свою, да, в этом мире. А на какие темы сейчас ребята в основном шутят? Коронавирус все? Есть шутки разные. То есть классика, да, семейные отношения, там, рабочие отношения. И есть актуальные. Актуальные, чем более актуальные, тем лучше шутка, да. То есть вот там, сегодня тепло, там, что-то про тепло проштили, там, далее запустился топительный сезон, все, шутка про топительный сезон. Ну, то есть как бы по-разному шутят, но есть темы под запретом, то есть, ну, как война, то есть, ну, прочие-прочие, про которые, ну, мы категорически. Всегда, всегда хорошо заходит актуальный юмор. Последняя игра, которая была, музыкальный фестиваль ДК города Барновула, она так получилась, что она была сразу после выборов, да? Да, да, да. И там все шутки, конечно, были про выборы, все были смешные. Ну, актуал, он всегда заходит. Какие-то планы ближайшие уже можно обозначить? Да, конечно, у нас 13 ноября состоится благотворительная игра Барновской лиги КВН. Сейчас мы совместно с... Много деток хорошо. Да, с фондом Много деток хорошо определяем адресную позицию, кому будем собирать. Ну, в рамках КВН будет поставлена копилка, да, так скажем, куда будем собирать фонд. И целенаправленно отправим. И в декабре у нас пройдет финальная игра 2001 года Кубок губернатора. 21-го. 21-го года, да. Кубок губернатора, по итогам которого мы определим победителя такого мини-сезона и определим команду, может быть, и две, которая поедет на сочинский фестиваль. Который состоится? Традиционно в январе, но с коронавирусными реалиями все может сдвинуться. Вот, допустим, в этом году он был в марте. Крестим пальчики, что это будет в январе. Давайте поговорим еще немножко о юморе, который сейчас транслируется у нас с экранов телевизора. Очень много на известном телеканале всевозможных передач, которые действительно порой выходят за рамки. К сожалению, вот эти юморины выходят в детское время. Я люблю этот телеканал, смотрю. И вот там действительно нет какой-то вот этой середины, что можно, а о чем нельзя. Как вы относитесь к этому? Вот сейчас вышла новая передача, да, «Игра». Ну, там вот было резонансное выступление, когда два мальчика поцеловались. Сколько там это обсуждение было в интернете? Чуть ли не закрыть ее к черту, эту игру. Это да, но в силу своей профессии, так скажем, своей занятости. То есть мы, конечно, отслеживаем все, так скажем, другие проекты юмористические и смотрим за ними. Смотреть или не смотреть, выбор каждого зрителя. КВН же, он зачастую несет еще такой некий смысл социальный. То есть смотришь на выступление команды, блин, ну не смешно, но настолько вот точно и актуально, и вот проживое. И думаешь, ну молодцы. Ну, не посмеялся, но подумал. Вот на этой печальной ноте завершаем нашу веселую беседу про КВН. Ждем фестивалей, ждем интересных шуток, новых команд. Надеемся, что все же как-то мы где-нибудь на уровне России хотя бы допрогремим. Случаи такие были? Да. И, по-моему, где-то и на Comedy Club наши ребята выступали, если я не ошибаюсь. Или пытались ли проникнуть? Я могу сказать, что школа КВН, ну все-таки хочется позитивную ноту затронуть. Вот команда КВН-Бумеранг, Александр Клементьев, он как автор команды, он, кстати, перебрался в Москву и там продолжает работать автором на известном телеканале. Вот, и он пишет туда, то есть он не публичный человек стал, то есть он в рабочей группе, он пишет шутки. И достаточно профессионально мы его приглашали поделиться опытом на школу КВН, которая у нас была в сентябре. И он все так доходчиво, как говорится, взбодрил ребят, посеял это зерно надежды, что надо работать, развиваться, и у вас все получится. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Всегда рады. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Никита Свиридов, экс-капитан сборной Барнаула по КВН, и Алексей Копейкин, представитель Барнаульской лиги КВН.